АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, уважаемые друзья! Приветствую вас в нашем медиа-клубе. Я думаю, наш сегодняшний поезд не нуждается в представлении. Скажем только, что мы его очень долго ждали, очень много звали. В итоге он объехал все наши представительства, хотя позвали мы крымчане его первые. И вот объехал он у нас. Итак, встречайте, пожалуйста, Александра Доброщян. Вы специально выбирали мне политическую тему, и мне очень бы хотелось, чтобы разговор был сегодня мне о политике. Но, как говорится, как пойдет. Так, Александр Дмитриевич, Ваше слово приветствует со мной. Во-первых, здравствуйте, как уже было сказано. Во-вторых, сразу могу сказать, что в форме лекции мне больше не хотелось это все начинать. Если были бы какие-то вопросы из зала, то было самое правильное. Потому что, знаете, как говорится, как отвечаешь на конкретный вопрос, он может быть уверен, что в зале есть как минимум один человек, которому этот ответ интересен. А просто так вот нужно болтать и рассказывать о себе, о жизни, о космосе. Можно долго, может быть даже иногда интересно, но непродуктивно. Вряд ли будет интересно тем, кто пришел послушать что-то, что его интересует. В Крыму я был первый раз в школьном возрасте. Это было очень давно, это было лет 53 года, когда только-то он стал украинским. Но это выразилось только лишь в том, что в абсолютно российском пространстве появились какие-то почему-то на украинском языке вывески, больше никакого украинизации тогда не ощущалось. Потом очень долгое время я здесь не был, даже по кино, ни разу здесь не работал, ни в каком из качеств моих кинематографических. Один раз был на досъемке, в картине Балаяна, полеты во сне и на его и полночайные горки, там буквально несколько дней. Вот и все. Вот и сейчас приехал, сейчас уже так случилось, что второй раз после известных тем событий. Я здесь. Ну, сказать, что можно за 4-5 дней что-то узнать о любом географическом пространстве. Это было крайне самонадеянно. Поэтому, если вы полагаете, что я могу сказать, что это какое-то такое бедушенное слово природе с высоты моего орлиного взлета, то этого, к сожалению, не будет. Но, наверное, вопросы, которые могут быть в пределах моей компетенции, входящие в рамки названной для встречи, наверное, этим могу быть вам интересен. Ну, для уточнения по профессии, а вообще-то художник по образованию закончил художественный институт Строгановский. Единственное звание, которое имеет заслуженный художник России. Но работал еще в качестве сценариста, актера, режиссера, режиссера оберного, иллюстратора книжного. Делал интерьеры всяких там ресторанов и общественных помещений. Стабил оперу в Римском театре и в Театре Раскалу. Ну, чего еще? Из такого экстравагаммы нам рассказать больше, пожалуй. Ничего сюрреалистического пока еще нигде делать не приводилось. Там посмотрим. Ну, ладно, смотри, что пока вопросов никаких не возникает. Возникает. Где у нас микрофон? Вот, пожалуйста. Второй ряд. Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Малый, прохожий. Слышите, пожалуйста, Вы можете предсказывать результат Вашего творчества? И вот когда Вы творите, Вы вооружаете себя или Вы стараетесь, ну, так сказать, можно сказать, понравятся публики? Вот в таком плане. И на сколько вот процент Ваших ожиданий ответа Анастасова, ну, вот он, Вы можете предсказывать? Спасибо. Во-первых, сразу по поводу, значит, творчества, мне очень нравится фраза однажды сказанная Агуджавой, когда его спросили, что-то о его творчестве. Он сказал, Вы знаете, у меня работа, а творчество – это у Алены Апинты. Так что я тоже такие громкие слова в отношении себя не употребляю, тоже считаю это работой, которую я делаю, иногда хуже, иногда лучше. Прогнозировать результат, ну, это совершенно, при этом вроде занятий совершенно бессмысленное, угадать это невозможно. Во всяком случае, вот сколько я Вам перечислил всего, что я в своей жизни понаделал, за что был, значит, там, за что-то ругал, за что-то награждён. Ладно, в результате, в моей визитной карточкой, вообще, первая реакция на меня – это Овсянка Сэр. Уверяю Вас, что я никогда не думал, что я иду к этой фразе всю свою жизнь, для этого я закончил институт, работал в кино, но осваивался различные смежные специальности, и вот теперь, дойдя зимную жизнь, дойдя до половины, и тут я добрался до этой вершины своего творчества, так что никогда не угадаешь, в общем, что я не сравниваю себя с Раневской, но когда Мулиния беру и меня, это осталось тоже с ней на всю жизнь, хотя сделала намного другое, она значительно лучше и лучше, так что тут угадать что-либо трудно. Ну, а по поводу того, на блинам своего, ну, естественно, как это, вот куда можно от себя уйти. Во всех случаях, это все равно больше цены, ну, просто военных прилагаемых обстоятельствах, как говорился Станиславский. Ну, а что вообще, как оценивать там собственную деятельность? Ну, тут очень важно иметь какую-то точку отсчета. Допустим, когда пишешь сценарий, там что-то, получается, появляется у тебя ощущение, что вот замечательно придумал сцену, там какой-то кусок диалога хороший. Вот, и когда появляются такие мысли, то тут надо немедленно протянуть руку к книжной полке, взять там домик, не знаю, там Чехова, на любой странице открыть, на странице где прочитать и успокоиться. Вот, или там нарисовал что-нибудь очень удачное, что домашнее похвалили, что правда, слава Богу, редко бывает, ну, допустим, то же самое, где-то потянулся в другой полочке, взял книжечку, там, не знаю, вроде бы, Александра Чеселова, блистал, успокоился, да. Вот это очень, очень полезно, очень отрезвляет, и все время, так сказать, соразмеряешь себя с тем пространством, в котором ты что-то делаешь, и можно даже подумать, творишь. Смирнов, Дмитрий, «Русская планета». Лена, вот какие вопросы, что больше всего радует, что больше всего окончается в момент российской гинематографии, и какие фильмы, скажем, может быть, на лет 10 ближайших, по вашему мнению, больше всего влияли на россиян? На что она? На россиян. На россиян? На российскую планету. Ну, во-первых, сразу начну с концов, что я вообще не думаю, что существуют или существовали фильмы, особенно в наше время, которые могли бы вот так вот массово влиять на большое количество народа и не на временное. Я не думаю, что какое-то влияние оказало, так сказать, это точное отражение происходящего, ну, происходившего, вернее, но не думаю, что это, как, кстати, какой-то, какой-то вектор, который изменил какое-то движение. Это действительно был тот период, когда вот этот вот самый персонаж покойного Серёжи Бодрова, это был довольно типовой, так скажем, типичный случай, это был, можно сказать, герой того времени, антигерой, как угодно можно его называть. Вот, в принципе, что происходит, что происходит в кино, ну, тоже, наверное, что во всём мире. Вот это, как я для себя, очень много всяких домороченных теорий, понимаете, когда занимаешься таким занятием, как рисунешь, например, то голова может быть занята какими-то иными мыслями, помимо того, что это непосредственно, чем занята рука, и возникают всякие, всякие иногда мысли, которые какой-то, какие-то формы образовываются. Вот, и поэтому моя недомороченная теория, что то, что происходит, вот я давно уже говорил об этом, писал уже 10-15 назад, что что происходит сейчас в мире, это третья мировая война. Вот, и она уже, по-моему, идёт, если войну воспринимать не как военные действия, там, министра иностранных дел, который очень плохо обратился к ланту-королю или у кого-то не хватило пахотных земель, а воспринимать её как эпидемию насилия. Ну, надо развеяться по законам эпидемии, откуда она берётся, неизвестно. Откуда это количество вот этой злобы и просто требующего выхода агрессии накапливается в мире, непонятно. Вот, но дальше всё идёт по типичным законам эпидемии, она распространяется даже как любая эпидемия, чумных холеры, там, чего угодно, воздушно-капельным путём, поэтому большие сборища – это обязательно условия для того, чтобы это сборище какое угодно. Это, может быть, Майдан, может быть, там, Болотная площадь, может быть, Гитлерю, Генберские марши, неважно. Значит, это вот обязательно нужна толпа для того, чтобы эпидемия специально была быстрее. Ну, сейчас ещё появился интернет для этого. И выполняющие те же функции. Вот, потом под неё подкладывают смысл, потом уже объясняют, что это появилось потому-то, потому-то. Вот, на самом деле, считаю, что это периодически посещающую землю, вот такая вот эпидемия. Вот, и бороться с ней, так же, как любая эпидемия, может, единственный способ – личной гигиеной. То есть, не посещать вот этих вот публичных сборищ, ни с той, ни с другой стороны, ни из чужих тарелок, ни лизать ни чужих сторон рук, обувь и задов. Ну, это единственный способ уцелеть. Ну, поскольку этот рецепт не общий, не заставив же людей всех сидеть по дому, то, в конце концов, нынче жатую свою эту эпидемию собирает. Потом наступает период умиротворения. Я, например, поскольку родился в 45-м году и жил в Москве неналеко от стадиона «Динамо», я прекрасно помню толпу борельщиков того времени. На футбол мы ходили легко, достаточно было бы просить кого-то взрослого дядика провести, и на самые труднодоступные матчи мы ходили. Так нечего делать. Вот я видел, что совершенно поразительная вот эта вот послевоенная толпа. Вообще не было такого понятия «болеть против». Болели только за своих. Поэтому сидели вперемежку. Ну, «Спартак», «Динамо», «ЦСК», «ЦДК» тогда называлось. Болели, кажется, за своих. Подшучивали над болельщиком, проигравшей команды, ну, чтобы кто-то, значит, там кого-то оскорблял. Не знаю кто. Бил этого. Близко не было. Потому что агрессия тогда уже была трудоустроена. Только что кончилась война, и она была уже израсходована. Ну, сейчас, видимо, родилось и уже прошло несколько поколений. Вот, видимо, эта агрессия сейчас набирается достаточной. И кино во многом этому помогает. Потому что, ну, посмотрите, насколько агрессивные стали картины и преступления в них. Вот, а горячо любимый очень многими Тарантино, так вообще уже, так сказать, смерть банализирована уже до состояния комедии. Понимаете, уже можно весело хокатать над тем, как человеку в машине прострелили голову, разлетелись мозги, и теперь ее надо быстренько отмыть. Очень смешной сюжет, надо это быстренько сделать. Ну, там мозги как висят, кускуски черепа. Значит, это быстренько скрести надо. Или у кого-то там есть ломка, и сейчас передозы, надо помрят, тоже очень смешно. Вот, где-то вот этот болевой порог опускается все ниже и ниже. При этом такая, значит, еще деталь, вот, значит, как-то даже об этом писала, что если бы картина того же Тарантино убить Билла, Билла это был бы не человек, а кролик. Вот, если бы на десятой минуте картины бы увидели там отрезанные ушки, окровавленные лапки и хвостики, ну, эту картину бы прикрыли мгновенно. Общество защиты животных прикрыло бы ее, ее бы никто не увидел, и Тарантино был бы кроплитый распект. Ну, вот, а отрезанные руки, головы, выдавленные глаза, и там разрешенные кишки уже никого не пускают, не шокируют. То есть вот этот вот болевой порог, так скажем, отношений к насилию очень снизился. И разговоры о добром и вечном, которым должно было бы, и заниматься искусством. Вот уже это кажется какой-то наивным старческим, старческим приезжением человека, который не в состоянии делать то, что нынче в тренинде. Ну, что хорошего? Ну, что хорошего, ну, лично для меня хорошие, это те картины, которые, вот, ну, повторяю, мое личное мнение, которые вот в том же, в том же, в том же направлении о добром и вечном, то, что я вам говорил, ну, даже так вот на скидку, допустим, совершенно поразившая меня неожиданная картина. Вот эта сама артист немая, которому никак вообще-то нельзя было ожидать ее появления, и самое удивительное, нельзя было ожидать ее успеха. Но успех ее был очень камерный. Ну, вот, несмотря на то, что она блестяще сделана, блестяще придумана, блестяще сыграна, и, в общем, из среднего ряда картин резко эти выделяется. Ну, ну, вот, почти все, что сейчас стал делать в Узи Альберт, мне, например, очень интересно. Вот, но, опять же, это все не из тех картин, которые имеют успех у широкой публики. Вот, а то, что действительно, то, что называется в моде и в тренде, меня это не трогает никак вообще-то называет дизайном, так же, как современную литературу, современную драматургию. Ну, там, не знаю, допустим, Павич, который пытался читать безуспешно мураками. Это, ну, как так сказать, почувствует, у меня не задевает вообще. Иногда это очень лихо сделано. Так же, как, допустим, у Сорокина или у Белевина. Вот, но чувства это не задевает никак. Там, ну, никого не жаль, никого не любишь, никого не завидуешь. Никаких, ну, что говорится, не повернул головы качан и чувств никаких неизведов. Нужно вопросов? Я в некоторой растительности вы практически ответили на несколько других вопросов, и как-то принялся в этом, я даже сейчас не знаю. Но, тем не менее, нескольких вопросов еще осталось. Проблемы проката российских дымов в России. Первый вопрос. Второй вопрос. Как вы относитесь к предложению Юрии Кара, о запрете или о ограничении наших проката американских фильмов? Сергей Соловьев называл это маразмом. По-моему, маразм со всеми мной. Российские советские фильмы запрещены уже 90 лет, наверное, в американском прокате, по смехотворному утверждению, что дубляж при дубляже фильмов иностранных не совпадает артикуляция. и голос человека. Нельзя ли сделать так? Не ограничивать фильмы. Голливудин, ведь в патрии фильма выпускается год нормального уровня. Ограничить для этой причины и предложить наши фильмы туда же. Ну, что это? Ну, я понимаю его мысли замечательно. И, кстати, разделяя его пафос, но, с другой стороны, понимаю, что сейчас это просто нереально, к сожалению. Вот это надо было делать тогда, когда это сделать было можно. Вот сейчас это приведет только просто к росту популярности этого самого запретного плода, и еще больше, ну, так сказать, особенно среди молодого поколения, расслоения на тех, кто будет, даже не видя эти картинки, будет заранее начать их обожать и восхищаться. Понимаете, вот это, по-моему, в каждом уже интервью, в каждой встрече я произношу одну и ту же фразу Диккенса из XIX века, вычитанную мною воспоминания князя Волковского XII года издания, 1912 года, что «Миссия Америки о пошке вселенной». Это сказал Диккенс в XIX веке. Почему-то, почему-то ее не восприняли в свое время, и поэтому, значит, эта поштость расцвела. Вот, по поштости, где-то более широкое название, это не просто там «поврики с лебедями», для чего не извели это понятие, и оно, в общем, довольно широкое и глубокое. Вот, допустим, американская политика сегодняшнего дня – это тоже совершенно убьющая, поразительная, бездарная пошлость. Вот там, то, чем они сейчас занимаются, допустим, в Гонконге, это пошло хотя бы потому, что они просто примитивно поделили мир на себя и на все остальное мыдло, с которым можно обращаться как со скотом, у которых, в общем, инстинкт у всех одинаковый. Разницы между ними никакой нет. Поэтому то, что годится для свиней, то годится и для баранов, и для козлов, и для земноводных, для водоплавающих, и для млекопитающих. Вот, значит, они это все. Вот, и та же самая пошлость – это вот американская культура, американское кино. Знаете, как есть такая шутка про три самые тонкие книги в мире. Вот это история побед итальянской армии, это рецепты английской кухни, и история американской культуры. Вот это не дневною придумано, но это, в общем, довольно точно отражает общее положение этих, так скажу, трех позиций, назовем их деликатно так. Вот, к сожалению, вот еще опасность пошлости в том, что она чрезвычайно, как так сказать, химическим термином адгезивна, то есть прилипчива, или там, по-медицински, наверное, что это, в общем, легко усвояемый вирус. Вот это легко, это просто, это нравится, это легко кушается. Вообще, вот, мое определение пошлости, это понятие количественное, понимаете, вы, некое вещество общего, или нейтрального, или положительного свойства, когда вы употребляете в большом количестве, тоже становится пошлостью, понимаете, слишком красиво, слишком серьезно, слишком страшно. Вот, когда передозировка вот того, что должно существовать в гомеопатических дозах, вот это уже начинает становиться пошлостью. Вот, обратите внимание, вот, опять же, если открыть эту самую торговую книгу касательно американского искусства, ну, не только искусства вообще, заметьте, что они все время целят молодежь, 14-15 летних во всем, что, во всем, что они, как они воздействуют на внешние миры, начиная от политики, вот, к кому они обращаются сейчас, допустим, в Гонконге, как молодым, они не занимаются высоким искусством, то есть высокой модой, например. Это прерогатива Италии, Франции, в меньшей степени Англии, Японии. Они, это их не трогает. Зато они нарядили весь мир в джинсы, весь мир ходит в кроссовках, в бейсболках с надписью «Нью-Йорк». Вот это вот, этой цели они достигают. И так и во всем. Они, высокая кухня, вот эти французские изыски, как, значит, на огромные тарелки будут лежать и кусочки фуан-хам, а рядом будет такие носа, значит, на каком-нибудь, что-нибудь зелененького, все это будет хаппалито соусом, это готовится полтора часа, стоит немеряких денег, если это невозможно, но нужно, потому что это от QC. Они зарядили весь мир Макдональдсами. То есть в любую страну, куда вы переедете, вы вместо того, чтобы пытаться есть местную кухню, но плохо их знать, что там есть на кухне, что они там зажарили, и откуда они это пережарение вынули. Без какого отдела кишечника и какого жопа, но плохо их знает. А Макдональдс, вы точно знаете, что вы будете лопать. Вы видите дубкоем в любой пустыне, вы точно знаете, что вот там это надежно. там можно не думать. То же самое американское кино, американская музыка. Это вот такой же знак. На все можно было ставить знак Макдональдс. Это вот такой знак американского качества. Это будет усредненно, это будет легко, как сказать, пережевываться, последствия мгновенные, то есть вечер или на следующий день утром будут весьма положительные. То, что вы через год прибавите 50 килограмм, это ваши проблемы. Как вы их будете скидывать, это тоже ваши проблемы. И так же это касается всего. Вот те мальчики и девочки, которые, значит, говорят, сейчас употребляют, наверное, американские слова вместо русских, французских, итальянских, неважно, которые одеваются по этой молодежной моде. Вот то же самое в них отложится, даже как отложится холестерин сожраны. Мы отложились отложиться в них и это. И к своим 40-30 годам они уже будут готовы. Они уже будут восприимчивы только к этому. Вот эта стратегия, я не думаю, что она выстроилась как стратегия, хотя, в общем, не без этого, но, в принципе, она работает. Поэтому, если вы оглянете внимательно на все, что происходит в мире, и в политике, и в искусстве, и в литературе, в нравах там, во всем, что угодно, я вам, например, могу прогнозировать, что лет через пять или через десять педофили это будет легким отклонением, это не будет преступлением, это будет небольшим отклонением от нормы, вполне допустимым, даже разрешимым, если это происходит с обоимного согласия. А борьба с ней, вот это уже будет преступлением против общественной нравственности и прогресса. Движение в эту сторону уже есть. Вот, это будет по тому же механизму, по которому, значит, завоевал нервный сексуализм сейчас. Вот, сейчас странно себе представить, или как это должен выглядеть парад гетеросексуалов. Не знаю, как это можно оформить, что нужно таскать по улицам, чтобы продемонстрировать наличие гениталий, вот, но почему-то демонстрация, их демонстративного отсутствия, это, значит, можно, это нужно, это необходимо, это признак прогресса. Еще 15 лет назад, казалось бы, совершенным абсурдом. Или 20. Сейчас это не то, что норма, это даже олядывает. Вот, вот это вот, такой пространный ответ на вопрос о американском кино, о невозможности его, к сожалению, запрещения. Нужно, извините, пожалуйста, закрыть Америку. Просто вот, развернуть Колумба обратно. Если его, как с его пароходом. Вот, это тут, сюда же все эти мифы, которые кино стало создавать. И опять же это пошло из Америки. Ну, самый классический пример это Ковбой. Вот, это тоже миф. Что такое Ковбой? Это коровий мальчик, это пастух. Кто-нибудь видел в каком-нибудь американском вестерне хоть одну корову? Поднимите руку. Вот, эти Ковбой, коровами не занимаются. Это были на маленьких, низкорослых, но очень выносливых лошадках. Крепкие такие ребята, загорелые крестьяне, которые пасли коров и истребляли. Просто это был нормальный киноцикл. Истребляли индейцев, которые жили на своих землях и мешали им этим заниматься. Вот, а потом мифом была выращена целая плеяда этих благородных, смелых ребят, которые там с двух рук стреляют, ногами и швыряют ножи, сутками не сходят с седла и защищают бедных обездоленных от почему-то злопых индейцев. А индейцы просто генетически злобные. Вот они вот, вот их функции будут такие, уничтожать коротких землепашцев, приедавших с другого континента. Вот, поэтому понимаете, кинематограф вместо той роли, предназначенной им сначала лимьерами, развлечением, увеселением, пытался играть роль искусства. А потом, в зависит от того, что в свое время сейчас эта роль, конечно, значительно понизилась, и там с интернетом, телевидением. Но когда-то, когда это было одно из самых сильных, сильнодействующих средств, о чем еще сказал Владимир Ильич Ленин в этой знаменитой цитате, которая обрывается, потому что там, значит, вместе с кинем еще поставил цирк. Вот именно потому, что народ, знаешь, не образован, и быстродействующее искусство. Вот, кстати, вот цитату ни в одном сочинении не найдете. Хотя она респиражирована по всем кинотеатрам, по стенам всяких кинотеатров была. А найти ее первоисточник не удавалось. Вот я, чтобы скоротать время на политзанятиях в армии или там в институте, вот копался по всем этим справочникам, так и нету, нигде не нашел. Вот, но потом, значит, выяснил, что это была цитата из какого-то устного его выступления вроде бы. Вот. Дальше буду отвечать, надеюсь, не столь пространно. А российского проката нет? А российского проката нет. Весь прокат в России принадлежит Соединенным Штатам, по крайней мере, 90 его процентов. Они его скупили совершенно законным образом, тогда, когда мы полагали, что вообще это все никому не было. Ирина Ивановиченко, газета «Крымские снести». У вас был период, когда вы много работали с Никитой Сергеевичем Михалковым. Спасибо вам за те пронзительные, тонкие фильмы, которые вы можете смотреть и хочется пересматривать. Почему разошлись ваши пути? И что вы сами думаете вот о том периоде? Спасибо. Ну, во-первых, у вас на днях будет премьера Михалковской картины «Солнечный удар». Если вы будете внимательно читать титры, я там и в числе авторов сценария, в одном из эпизодов играю в маленькую. Ну, на самом случае, на съемку он был смешной. Я не знаю, что вышло потом. Как правило, бывает наоборот. То есть эта вещь у нас съемка как-то крайне умела на экране и наоборот. Если комедия снимается со скандалами, со скрипом, со взаимной ненавистью, то потом хохот стоит в зале. Ну, такая парадоксальная история. Так что мы разошлись, но был такой период и с Лебешевым, и с ним, Саша Самулейкин, царственного небесного, второй художник. Ну, видимо, какая-то, значит, накапливается усталость в какой-то определенный момент, потому что ну сколько там, семь или восемь картин мы сделали подряд, а съемочный процесс – это, ну, во всяком случае, проводишь время не без, либо больше, чем с семьей. Потому что этот процесс не с девяти до шести, это был круглосуточный. Вот все-все-все время что-то должно происходить. И нам же режиссуры, так это вообще включает в себя все абсолютно. Вот этот пример уже, и вам сегодня уже даже кому-то это рассказывал. Вот это из режиссуры Михалковской, когда на картине «Обломов» мистер Ольга Захара должен был играть Андрей Сергеевич Паков. Замечательный артист, красивый, высокий, позадный, с потрясающим голосом, потрясающий актер, который к тому времени был одним из ведущих актеров МХАТа и играл в театре армии. А в кино его эксплуатировали, в этот период он играл исключительно героя социалистического труда, и дважды героя социалистического труда, и депутата от Верховного Совета в разных созывах. Вот с его действительно позадностью вот такой еще. И вдруг такое предложение от нашего эстинента по актеру, молодой парень, такой был Сережа Артамонов, тоже «Сальство ему небесное», который говорит, да вот попробуйте Попову. С Никитой он сказал, что с ума сошел? Он говорит, да ты не знаешь, он обожает хулиганить. Вот просто его уже бояться на эти роли приглашать. И когда Попов пришел и прочитал, пришел в бешеный восторг, оказался легким, остроумным, тонким человеком, придумал очень много, и вот он придумал для этой роли вот эту характерность такого пса, который, значит, перед тем, как начать разговаривать, он сначала издает какие-то утробные звуки, потом уже начинается словообразование, и всю пластику его. Вот все было замечательно, до тех пор, когда я делал неделю с съемками, мне стало вопрос о том, что нужно бриться на колок. Вот, го-го-го, брить на колок. Ну что Андрей Алексеевич стал отшелычиваться, говорит, ну я же, ну я старый, у меня же ничего не вырастет, ну что я буду мысли ходить. Потом я в театре работаю. Андрей Алексеевич, он паричок сошел, я говорю, буду я в парике ходить. Ну, представляете, на старости лет, и все, значит, Попов ходит в парике. И еще одна начнутся разговоры об ориентации. Ну, шутил, ну, а с другой стороны, в кино, вот эти высины и театра, и так называемый бонтюр, в театре это условность, которая это позволяет, а в кино это невозможно, это всегда видно. Ну и что делать? Можно было его заставить, строго говоря. Он подписал контракт, в котором есть пункты, что внешний вид актера должен соответствовать исполняемой роли и так далее. За отказ выполнения двух пунктов можно было, значит, его поставить, или необходимость уплатить неустойку, но как дальше работать? Ну и, значит, просто вот, что называется, режиссура. Надо придумать, как это делать. И когда мы уже грезли в Гущино перед самым началом съемок, буквально за два дня уже репетировали, уже была построена декорация, значит, Никита попросил нашу гримерку, гримершу Ирочку, прийти к Попову якобы примерить бакенбарда, но взять с собой машинку для стрижки бритву. Что она и сделала. И когда она сидела, значит, у него в номере они примеряются, по кинбарде открылась дверь, и вошел вот этот ассистент по актеру, Никита и я, все трое бритые надо, вот. Блестящие, значит, выскопленными черепами. Дальше разговоры даже не было. Он просто махнул рукой и сказал, давай. И Ира, значит, ловко выскучила, случайно отразовавшуюся пугню под рукой в машину. Вот это тоже режиссура, понимаете? Это я к тому, что это существование круглосуточное. И также в отношении с коллегами по работе. И когда это длится долгими годами, то накапливается такая усталость, как у самого прочного металла, которые, в общем, на какое-то время разошлись, потом опять. И Либешев с ним снимал картину, свою последнюю, «Сибирский цирюльник». Вот, и я, значит, вот на этой последней картине, вот сейчас, которая будет у вас завтра и послезавтра, здесь в Крыму тоже работал. Так что, это, так сказать, идеалектическое забытие, так скажем. У меня вопрос. Юрий Портов. Скажите, пожалуйста, не испытываете ли вы хоть иногда лично какую-то тоску по старой доброй цензуре, и в частности по цензурам, у которых была высококультурная причина? Ну, тут сложно однозначно на это ответить. Понимаете, мне уже скоро 70 лет, и я прекрасно понимаю, что ретроспективные мои взгляды в прошлое не совсем объективно отражают ту картину, которую, значит, рисует мой мысленный взорок. Последняя картина, в которой я участвовал, как сценарист, как художник, и даже, значит, в одной из ролей, которая называется «Собачий рай», режиссёра Анны Чернаковой. Вот эта картина, так скажем, «Воспоминания о детстве». Вот именно, как бы сказать, «Воспоминания о воспоминании». Ну, наверное, это любой вам скажет, что в детстве значительно лучше была похода. Например, я не помню, я родился в Москве и там всю жизнь прожил, но я не помню, что в моём детстве когда-нибудь была слякотная зима, всё время было голубое небо, белый снег, было морозно, но так хорошо градусов весит примерно. Осени не было, по-моему, вообще. Вот. Была очень короткая, замечательная весна с овощами, со спичечными коробками в них и было очень. Потом сразу наступала длинная рета, где не было ни дождей, ни похолоданий. По-моему, не было особенно даже вечеров и ночей. как-то всё вот так. Ну вот, поэтому, естественно, вот такая же операция памяти, наверное, в отношении той же самой цензуры, которая была и тех же редакторов, которых мы тогда ненавидели, с которыми боролись. Но то, что объективно, это то, что эти страшные сатрамы и цензоры, и страшные, значит, вот эти наши руководители так нашли кинематографики. Понимаете, если режиссёра, допустим, в картине что-то не устраивало, и режиссёру уговаривали, умоляли, грозили, пугали, наказывали. Если он, в конце концов, упирался, его могли очень сурово наказать, так сказать, его отстранить от профессии, как Аспольдова с картины комиссаров, он 25 лет не работал по профессии, но картина её жила на полке. И когда пришёл её час, её скобки сняли. Сейчас этот процесс занимает 10 минут. Под зад коленом режиссёра выкидывает, на его место садится в другой, и картина уже не будет. Будет другая. Не будет травм этого режиссёра. Если она будет, она будет другого свойства, но, в всяком случае, того кино, которое хотел делать, уже не будет. Продюсер скажет, что ему этого не надо, никто не будет уговаривать, никто не будет упрашивать, просто всё решает уже 15-20 минут. Иногда даже это происходит во время съёмок. Когда на следующий день уже приходит на площадку другой режиссёр, там день-два, может быть, ему тогда примерно ознакомиться, значит, там, чтобы повлиять в машине на съёмочной площадке, он объясняет, что это не 19-й век, это, значит, наше время, о чём там примерно идёт речь, и уже приезжает на площадку, он готов их снимок. Вот так что, минусы, которые, естественно, были в этой цензуре, безусловно были, но цензура нынешняя денежная и вот этих непрофессиональных продюсеров, она пострашнее по результатам, по результатам резкого падения качества. Хороших картин как было мало, так и осталось, на уровень средних и ниже среднего, то такого не было никогда, такого непрофессионального, совершенно чудовищного уровня, картин вот этого ниже среднего уровня, который уже не попадает на экран, вот, или на очень ограниченный бракат. Такого, беспредела, я имею в виду, усознавших, минус не было. Ольга Кравченко, скажите, пожалуйста, почему некоторые ваши работы появились на экране спустя много лет, вот, последний сам начало радио? Согласирование, нет картин, это она прошлого года, там было, а сценарий? Да, сценарий, 10 лет читал свои экранизации, это первый вопрос, и, если вы позволите, второй вопрос, о счастливых случайностях в картинах, неопричен объезд для «Миренческого пианина», «Роба любви» и «Пять вечеров», то есть, такие случайности бывают раз в жизни, по словам? Ну, практически все картины, это, в общем, в той или иной степени, это следствие случайностей, так же, как и вот этот сценарий, который был написан 10 лет назад для другого режиссера, и вообще, все картины пишу всегда с режиссерами, потому что это, понимаете, если пьеса, это, говоря, «Портновскими», «Терриами», это «Прето Порте», то есть, любой человек, пришедший в магазин, может, это напялить, и в этом уйти, вот, а пьеса шьется, все-таки, по фигуре, то есть, сценарий пишется, по фигуре, и, вот, это уже надо подгонять конкретно, вот, под фигуру создателя, вот, потому что, знаете, если, опять же, по моей домороченной терминологии, в театре вы смотрите, а в кино вам показывают, в театре, это, мол, мое личное, пожелание, куда я буду смотреть, если мой, значит, бывший одноклассник, значит, откинувший из зоны, поступил в театр, на эпизоды, и сейчас он стоит с алибардом третьей кулисы, мне очень интересно прийти на него, посмотреть, что я и буду делать, а на первом плане, там будет вот кого-то душить, а мне на это наклевает, то в кино я буду смотреть на то, что меня будет показывать режиссер, монтажер, оператор, и так далее, это уже будет не мой выбор, поэтому точка зрения, это будет не моя, в данном случае, поэтому сценарий, представить себе, что сценарий, это самовыражение, это большая ошибка, там слишком много посредников, от начала процесса до результата, вот, и, этот сценарий был написан 10 лет назад, ну, так сказать, по ряду обстоятельств, тот режиссер, в конце концов, отказался от этой работы, а потом просто сценарии, такого рода, перестали вообще кого-то за него интересовать, вот, потому что, это, ну, арт, говорили, продюсеры, с таким гол, с таким видом, как будто я предлагал, что-то очень несвежее, несъедобное, и по нерыночной цене, ну, я так тоже даже, и, перестал надеяться, что это когда-нибудь, кого-нибудь заинтересует, он был напечатан журналистом, стоке, ну, и там, и там, ну, и там, каким-то, каким-то библиотекам пылился, пока вот, не обратил на него внимание, такая, значит, Анна Чернакова, молодой режиссер, молодой, по сравнению со мной, что не трудно, и не предложила попробовать эту историю реанимировать, ну, к счастью, надо сказать, что необходим еще качество этой профессии, это бешеная совершенно энергия, которой у него хватало, и, в общем, так и состоялась эта работа, вот, тоже, в общем, до определенной степени случайности, по поводу случайности механического пианино, там, или нескольких дней жизни, облогов, да, это все, действительно, механическая пианино, совершенная случайность, как это все состоялось, могу рассказать, но это будет длинная история, то же самое облогов, это не то, что мы и носились, это была какая-то кофе с чем дойфуа, то есть, это, в общем, было какое-то сововыражение, и итоговое, что ли, мы мечтали об этой работе, мы были счастливы, когда какая-то возможность появилась, но появилась она случайно, вообще, очень много случайностей, которые валятся к тебе в руки, и тут очень важно быть, быть к этому готовым, я вам лучше пример из другой области приведу, знаете, как появились, наверное, как появились булочки с резюмом, не знаете, это булочника Филиппова, такого знаменитого московского, который был поставщиком, в частности, в дом генерал-губернатора, Долгорукого, однажды утром, как приехал, человек от Долгорукого в ярость, и привез, принес булочку разломанную попавал, в которой был таракан, что Филиппов, значит, достал этого таракана, и сожрав его, немедленно сказал, что это таракан, ты есть ему. Тут же побежал в пекарню, решит его изюмом, вылил в тесто, и с тех пор они стали выпекать булочки с изюмом. Вот, значит, получается, которая могла бы стоить ему карьеры, я могла бы вернуться к прибыткам, или еще лучше была такая же история, извините, что еще из той же области, как появилась конфета ему посея у нас. Значит, был, сейчас скажу, Ландрин, его фамилия, был такой купец, который делал, у него была маленькая ластерская, он делал конфетки такие леденцы, они были разноцветные, завертывались в разноцветные бумажки. И рано утром он нас привозил к тому же самому Елисею, он был его поставщиком, мелким, естественно, тем не менее. Вот, и однажды, значит, он пропенствовал вечером больше обычной своей нормой с кем-то из своих сотрудников, и утром они не успели завернуть конфетки-бумажки. Время уже было критическое, он просто этот лоток не завернутых этих конфеток поднес, будь что будет, к Елисееву, и, значит, позором изгна, и контракт с ним был разорван. То есть он перестал быть поставщиком этого очень престижного магазина. Вот, и в полном отчаянии хмелью и сидел на Тверском булеваре, это прямо напротив этого магазина. Ну, там ему шлики, такие мазийские, которые, видимо, съел человек с лотком этих пёстеньких, ярких конфеток. Когда они спросили, сколько это стоит, и тут же он пришел в голову, золотая мысль, он нахвал первую пришедшую голову цену, и просто старался продавать ваши точно вот такие вот, не завернутые. Потом придумал делать это в коробочках, и потом он подсел Андреевна. Это было, в общем, по уровню популярности, примерно то же самое, что и сам Елисеев. То есть, вот когда этот шанс тебе идет в руки, нужно этим воспользоваться. Вот. Это три примера из другой области, но я просто к тому, что когда появилась вот эта вот случайность, связанная с неоконченной пьесой, значит, мы были к ней готовы, не потому что мы к ней готовились, а просто потому что это составляло круг наших интересов. Чем, в частности, близкое знакомство с его творчеством тоже, это то же самое с Соблоновым, потому что романы после школы перечитали оба и по одному разу, имели о нем собственное представление, отличная школьная программа. И когда появилось это предложение, то у нас уже сразу было, что на это ответить. И когда мы сидели с этим условным лоточком, то проходящие мимо гимназистки, в общем, были нами встречены в готовности. Скажите, пожалуйста, о том, что у нас только просто создает человек, правильно? Алексей Кироковская газета. Александр Артюнович, как Ваше отношение к не так давно, что пишем в силу запрету, нецензурно выражаться публично, в том числе и в искусстве, и вообще Ваше мнение по поводу такого явления, как мат в искусстве, не ответил его. Ну, меня всегда возмущало совершенно неправильное отношение, в частности, нашей интеллигенции, к такому явлению. Я считаю, что вообще русский мат – это замечательное, просто действительно замечательное явление языковое, в том плане, что, в принципе, нецензурная лексика существует везде, во всем мире, но она везде, как так сказать, в жизни пристроена. Нет во французском, например, языке, который я довольно прилично знаю, ну, очень небольшое количество слов, которые неупотребительны в кино, на сцене, в литературе. То же самое в мангельском, то же самое в итальянском. Значит, есть какие-то эвфемизмы, которые можно употреблять в детском кино, во взрослом можно говорить все. А в русском языке существует несколько, так сказать, ступеней этого. Есть тот мат, употреблять который, в общем, категорически невозможно в таких вот ситуациях, там, там, литература, кино, театр и так далее. Но который совершенно необходимый и, безусловно, употребил их семью в массе жизненных ситуаций. И ценность их понижается с тем, что, когда это становится опихотным. Вот могу вам сказать, что, допустим, такие персонажи, как Иван Васильевич Бунин, был очень большим специалистом по русскому мату. Очень хорошо, причем, хорошо разбирался, там, допустим, существует, там, в Тульской губернии, Бунин сам из Орловской. Не помню, сейчас уже память на фамилии стала плохая, но было знаменитое его соревнование с кем-то, не помню, Телешов или кто-то вот из писателей такого уровня. Значит, они спорили, чем лучше Орловский, за который раковал Бунин, или, там, Тульский, за который, значит, Телешов. Вот. И супруга Бунина была судьею, когда они соревновались, значит, она вела там вроде как, ну, типа, что судейский протокол победил Бунин, то есть, Орловская губерния. Вот. Но ни в одном из произведений, ни в другом этого этого не прочтете. В произведении Льва Николаевича Толстого на том ругаются два раза. Один раз это, когда, значит, на охотник орёт на старика Ростова, когда тот на охоте, мяско говоря, прозевал, так скажем, волка, а второй уражен, когда Тузов выражается, как выражается по поводу французов. Вот это четыре дома, значит, в этих четырёх томах вот такое-то общее слово, ругаются два раза. Вот. Но там это стоит точно. Когда наша интеллигенция, значит, ввела в обиход мат, ну, какую ещё потребительную, и, в общем, показатель собственной раскованности, незакомплексованности интеллигентности, то вот эта ценность ушла. Это особая, как сказать, особость этого языкового явления исчезла. Понимаете, я не... Ну, что значит, ну, действительно я согласен, что это не может быть вещью... Простите. Извините. Да, это артемия совершенно беру. Я целево закричу. Простите. Вот. То есть, в принципе, я... Я за... За эти меры. Вот. Но, ну, считаю, что всё равно это должно быть, как сказать... Мне нельзя это запретить вообще. Вот. А нужно призвать... Бережному и правильному употреблению не только мата, и вообще... Вообще правильному употреблению русского языка. Вот. Это такой пример, немножко из другой области. Я помню, как в начале, значит, перестройки, когда мы все... Вся наша интеллигенция изумлялась пришедшему в власти интеллигентным людям. Вот. И в частности, Егору Тимуровичу Гайдарову, который восхитил одного депутата Думы тем, что он употребил слово «однако». Вот. Это было признаком пришествия нового интеллигентного поколения во власть. Вот. Если кто-нибудь читал Бунина «Окаянные дни», он там сокрушаясь по поводу полной деградации русского языка, приводит точно такой же пример, что он встретил в Одессе уже в совершенный разгул революционности. Он встретил какого-то профессора, который в разговоре с ним употребил слово «однако». Вот. И Бунин, сокрушенный таким падением, так сказать, интеллигентного уровня, объясняет ему профессору, что слово «однако» без «нет», без «не» не употребляется. Вот. И объяснил ему, как надо употреблять. Что нельзя сказать «однако». Что будет означать «нет», надо сказать «однако» «нет». Вот это будет по-русски. Вот. И вот то, что, значит, для Бунина означало полную деградацию, значит, мы уже в свое время с восхищением восприняли как потрясающий интеллектуальный взлет и вот наша управленческая элитка. Да. Добрый вечер. Шель ЗД, художник. Ну, по вашему призванию, скажем так, первой профессии. Вы где-то коллеги, да? Да. Ну, у меня такого, во-первых, хочу поблагодарить вас и сказать, что, наверное, визуальная часть, вот то, что вы вербально сказали, что ваша элитка – это, во-первых, как Овсянка СССР, да, мы знаем, то вот визуальная часть – это вот голова велеза, за это вам большое спасибо. Очень супер работа. Немое, но выдающийся получился персонаж. И еще раз хочу с комплиментами. Я начинал «Лупутинать», когда вы говорили про Михалков, то зал вопрос про то, разошлись в этот путь или нет. Хочу оговориться, что мой любимый фильм у Никиты Сергеевича «Лупа», там очень тонкие вещи есть, которые он сам даже полагал бы получить. И вот такой у меня вопрос, собственно, вы изнутри знаете эту ситуацию. Мне, как художник, это всегда было интересно с момента закрытого показа Анны Кармазов в Авгике, да. Все же, что за история со смытой пленкой «Раба любви», когда отжали как-то у Хандама, у Рустама Хандама. И вот вы, как автор сценария, я так понимаю, лучше всех, может быть, знаете нюансы какие-то, почему у Хандама вдруг оказалось, так сказать, неумилости. И, в общем-то, отчасти ответили на этот вопрос, когда говорили о продюсерах современных, который меня режиссера, который садится и снимает твое кино уже полностью по другим принципам, а в советское время продюсером было советское государство, мы знаем. Собственно, вот как сценарист, мне не любопытна эта история, именно как художник Хандамов, кто такой вот в результате? Я понял, да. Во-первых, я не сценарист. Сценаристы там Фридрик Горинштейн, покойный, очень хороший писатель, и Михаил Кокончевовский, Андрон. Значит, это их сценарий был. Мы в это время собирались снимать совершенно другую картину на «Казах-фильме», которая впоследствии называлась «Транссибирский экспресс», немножко другой сценарий, который снимал тоже покойный, господи уж такой, Эльдор Урахваев. Вот. А Хандамов был одним из любимых студентов Чухрая. О Чухрае он говорил в таких экспериментальных объединениях на Мосфильме. Вот, и Чухрай пробил ему эту пустановку. Значит, это как картина, анимум, кино. Вот. И, короче говоря, когда нам было предложено, значит, это через Гринштейна и Кончаловского нам было предложено, значит, вот этот сценарий снимать в связи с тем, что с картиной снят Рустам Хандамов. Вот история заключалась в том, что Хандамов снимал свой сценарий. Это был, во-первых, фильм дебютный. Руководителем объединения был его, значит, родитель, обожатель, педагог Григорий Новочухрай. Вот он ехал в экспедицию, и материал, который приходил, и тогда, значит, с него кино снималось как. Обрабатывалась пленка только на Мосфильме. Вот. И, соответственно, поскольку это была первая картина, то материал просмотрел еще и редактуру. Вот. И они были изумливы тем, что материал совершенно не соответствовал сценарию. Вот. Вызвали режиссера, потому что это была дебютная картина, и, кроме того, это все большие государственные деньги. Вот. И, значит, Хандамов честно признался, что он снимает другое кино, что ему не очень нравился тот сценарий, и тот сценарий просто был для него поводом запуститься. Тоже изнимал кино, и там у него была картина «За восхищательной радости», «Мироба любви». Там снимались другие актеры, не те, которые были утверждены. Главное время, там, две молодые женщины, одну игровая на Соловье, другу Наташи Дебле. Ну, а тут там новая история, значит, некая его ковра с каким-то очень сложным узором, что-то вот такое вот. Ну, вот. Значит, на студии и в ярости бы тут уже был предложен немедленно картину закрыть «Чухрай», то есть своим авторитетом добился, что нет. Я в него верю, попросил его написать хотя бы сценарный план того, что он собирается снимать. Вот и под это дело, значит, он опять уехал в экспедицию. Вот никакого сценарного плата не снимал, он мне не прислал, опять продолжал приходить материал, совершенно никому не понятно. Его опять вызвали на худсовет, на который он не приехал. просто не явился. Ну, а так вот совет, значит, эти мэтры тогдашни, кинематографы. Ну, и со скандалом просто директор спыли СИЗОВ, просто, значит, сказал, что всё, картина закрывается. Вот, я видел часть этого материала, ничего там не было смыто, чёрно-белого. Это очень красиво, это было без звука, то, что я видел. Что там происходит, я понятия не имел, потому что, действительно, я не знал, по какому сценарию снималась. Вот, это было чёрно-белое, значит, вот. Поскольку же часть денег была потрачена, часть времени, а мы, готовясь к этой самой казахской картине, столкнулись с проблемой, потому что мы хотели снимать двухсерийный фильм. Ну, там силой обстоятельств было сказано, что только одна серия в этом случае улетала. Там осталась диктивная история, у нас она была значительно сложнее, где диктив был двухчастью. Вот, мы этого делать уже не хотели, а группа была на ходу, значит, вся та же группа, которая делала свой свечу. Ну, вот, и, значит, вот пришло это неожиданное предложение, почему Бог, вот, во мне. Ну, и нам показалось это интересным. И чуть-чуть сценарий тронули, не могу сказать, что его переписали, его вместе с Фридрихом Никитой, там, с небольшим моим участием, чуть-чуть его, значит, там, подправили. Главный персонаж, режиссёр стал называться Александр Александрович Калягин, например. Хотя он назывался по-другому, там, сценарий, ну, ещё какая-то такая. Ну, вот, и начали снимать, а потом параллельно с этим поползли слухи, что, значит, Михалков увидел гениальный материал Ханданова, вот, через Папу, значит, член Калягин. Папа, пользуясь своими связями в ЦК из чёрно-белых, сделал цветным, пользуясь какими-то канонистическими технологиями, и, значит, таким образом, вот, эта легенда существовала довольно долго. Вот. Меня очень удивило, что очень многие иностранцы, которые мне это потом пересказывали, говорили, что они слышали это не от Ханданова, но это рассказывали при нём, в его присутствии. Он, значит, молчал, выслушивая эту легенду. Вот. Ну, и, если это действительно так, то, значит, возникает только один вопрос, почему после этого Михалков снял, значит, это не, 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 определенное количество фильмов получил, значит, «Оскар», «Канские приз 2», «Золотых льва», «Венеции», «Призы», «Локарно», «Сан-Себастьяне», я уже не знаю, там нет вестиваля, где бы у него призов не было. Вот. А Ханданов не снял ни одной картины, вернее, снял ещё одну Анкара Мазов и тоже со скандалом. И картина не вышла. Но тоже со скандалом справился ровно на этот раз с французским «Сельберманом», с которым я знаком, который мне рассказал странную и очень подлинную историю. Я даже видел эти коробки, в которых это картины, которые уже никогда не увидят. Но о ней тоже сохранилась легенда. Вот. Это вопрос в том, что было с этой картиной на самом деле и какова, значит, роль Михалкова как душителя, большого художника Ханданова. Здравствуйте. Меня зовут Англия Ильина. Я студентка Крымского университета культуры и искусства туризма. И в зале сегодня присутствуют мои сокурсники, мои преподаватели. Я учусь на кинорежиссуру и хочу стать режиссёром кино. И нам, моим сокурсникам, преподавателям очень всем интересно, в частности, мне очень интересно, возможно ли поработать с такими легендарными людьми как вы и абсолютно простым пока что студентом. Это большая мечта и я хотела узнать, можно ли осуществить её и что нужно для этого сделать. Ну, можно, конечно, только в каком качестве, понимаете, если… Если вы, допустим, речь о сценариях, то у меня довольно много таких было историй, когда и обращались, и там, не знаю, присылали сценарии свои, лидии сценариев, и обсуждали с ней вместе и помогал в меру своих способностей и возможностей. Снимался у студентов тоже бесплатно, там, на высших курсах в Москве. Я не один, то, чем многие делают. Вот. Но художникам немножко сложнее, потому что всё-таки требует времени, а материальные возможности у вас небольшие, я не имею в виду, так сказать, там, зарплату, хотя это тоже, в общем, вещь существенная при наличии семейства. Ну, я просто имею в виду просто то, из чего можно делать, там, не знаю, художественное оформление, если нужно его так назвать, фильма. Ну, тогда, кроме Бога, если у вас есть какие-то идеи и вас интересует, в таком качестве могут вам помочь в реализации, ну, давайте потом поговорим. В принципе, ничего такого сверхъестественного в обращении молодых режиссёров и сценаристов ни ко мне, ни к кому угодно. Потом, вот, кстати, когда приедет Михалков, можете к нему ещё тоже обратиться. У него есть такая академия, пока что она ещё называется «Летняя академия». Будет со скорого времени круглогодичное, куда приезжают люди уже с профессиональным образованием, актёрским, режиссёрским, операторским, вот, и мало того, что там они слушают лекции, мастер-классы, там, и я, в частности, там преподаю, там, и Каляйкин, и, вот, там, и Кончаловский, и операторы. Там, Юсов был, покойный был до последнего времени, и Костя Райкин. В общем, масса там народу, которые там ещё в качестве мастеров-классников работают, и параллельно они снимают. В общем, вот, в прошлом году они сняли три картины практически за месяц. И очень хорошие сделали пластический спектакль, который тоже сняли по песне Макуджо. Вот это всё молодые ребята из разных республик, в том числе иностранцы там даже. Вот, единственное, русский язык вещь необходимый. Вот, так что, такие возможности есть, и, ну, если думаете, что существует какая-то отдельная наша каста небожителей, или куда, в общем, никого не пускают, то это не полностью соответствует действительности. Игорь Кубриенов, представляюсь, как потомственный крымчат. У меня два вопроса. Один попроще, это что вы можете сказать о мифах, которые существуют по поводу того, что фильм «Пять вечеров» появился в промежутке между двумя большими работами. Это не мифы, это правда. Очень хорошо. И второй вопрос более сложный. Почему наша аудитория не воспринимает попытку мифологизации собственной истории? Вот вы говорили о «Ковбоях». Почему фильм, очень ярко мифологизирующий нашу историю «Утомлённый солнцем 1», и особенно второй, не пошёл? Спасибо. Ну, по поводу первого тоже, значит, легко ответить, потому что действительно было так. У нас «Обломов» состоит из двух серий – «Летняя» и «Зимняя». По хронологии, значит, они должны начинаться с «Зимняя», потом «Летняя» по фильму. Но, как это часто в жизни бывает, в кино снималось наоборот. Сначала снималось вторая серия, потом первая. Вот. И когда мы заканчивали снимать «Летнюю серию», значит, то в России, как все знают, значит, есть такие периоды, как «Осень» и «Весна», когда, значит, не снимешь ни того, ни другого, ни зимы, ни лето, они довольно длинные. Вот. И когда мы заканчивали эту «Летнюю серию», ещё было тепло, солнечно. Я помню, что, даже помню этот день, когда, значит, решение пришло, мы ждали такого, допустим, такое понятие режим в кино, это когда, значит, очень точное состояние, там, допустим, вот, восход, закат. Это длится очень недолго, к ним уже точно готовиться, чтобы того времени, когда солнце будет именно в этом состоянии, такое надо быстро успеть это снять. Ну, вот, вот, всё было готово, всё выставлено. Табаков уже в гриме и костюме облогу посеял, читал газету, а мы остальные все сидели, болтали, чего будет, потому что это три месяца паузы, как минимум, если не четыре. И ясно, что группа распадётся. У нас останется основной костяк – режиссёр, оператор, художники, там, художник по костюму, осветители, гримеры, костюмеры, те, с которыми надо работать, и, наверное, четыре картины, подряд практически, значит, уйдут, потому что люди без зарплаты четыре месяца сидеть в нем не могут. А до кого-то в приказном порядке, думаю, картине прикрепят. Ну, это, значит, остановили. Оператор Лебешев выделил аллотеристическую идею. А почему бы не снять за это время что-нибудь типа дела Корнета и Евагина с теми же актёрами, только чёрно-белую, в тех же костюмах? Только снять чёрно-белую – это да. Ну, посмеялись, посмеялись, а потом Табаков, не отрываясь от газеты, говорят, а зачем вам дело Корнета и Евагина писать сценарий? Возьмите пьесу. Писать ничего практически не надо. Особенно надо переделать его сценарий, но основа-то уже есть. Плюс к тому, пьесы – это всегда ограниченное число действующих лиц и местодействия. И никогда не бывает массовых, каких-то сложных съёмок, трюковых. Ну, и так, шутя, постарались. Потом он уже говорит, вот как есть замечательная пьеса «Володинская», «Пять училок». Ну, вот, конечно, эта идея возникла. И потом Никита по телефону её закинул в главную сценарную, значит, коллеги ему, «Мосфильм». Ну, там посмеялись, чтобы за три месяца собирались кино снять. Ну, и как вроде бы как и забыли. Ему уже заканчивали съёмки, уже буквально последние дни, когда к нам приехал замгенерального директора «Мосфильм» Агафонов. Вот, а это было в советское время, значит, тут люди уже, я думаю, достаточно взрослые, чтобы помнить, что такое плановое хозяйство. То есть в СССР всё планировалось. Было известно, сколько должно быть выпущено пар галош, скрепок кокселярских, втулок латунных, и в том числе художественных фильмов. И предприятия, которые выпускали скрепки, галоши и фильмы, финансировали в зависимости от этого. Если в вашем плане на этот год стояло 100 фильмов, а вы сделали 99, то на будущем году будет денег на 99. И перевыполнение плана, наоборот, давало шанс, что вам денег на будущий год идут побольше. И случилось так, что у Госкино явно где-то там в Средней Азии какая-то картина грозила не успеть выйти к сроку, и таким образом Госкино могло решить соединиться. И тут вспомнили, что вот эти вот говорили про какую-то пьесу, и что они её готовы сделать до конца года. И вот так вот эта теористическая идея основала делать массами. Единственное, что мы понимаем, что нас просто ставят к стенке, потому что если мы за это берёмся и это не сделаем, то отношения со студией будут испорчены глубоко и надолго, то не поставили условия, чтобы нам была выдана просто зелёная улица. Утверждение актёров, то есть мгновенное, никаких проб, то есть все заказы пропускать в наши вне очереди, там на шитьё костюмов и так далее. Всё было обещано, так вот это и понеслось. Если кто-нибудь когда-нибудь будет смотреть картину «Обломов», вот и есть там такая сцена, это «Обломовка», когда Илюша вспоминает своё детство, маленький Илюша «Обломовка». И вот там этот сон, когда в «Обломовке» все засыпают, и там есть, значит, одна старуха, которая там, я так, крупный бланк, а подорнее голову, значит, это старуха Гурченко. Поскольку актёров всех Никита вызвал туда, чтобы в перерывах между съёмками вот этого «Обломова» репетировать пять вечеров, вот, чтобы оправдать их там существование, получение суточных оплату гостиницы, вот, вот, они все по одной сценочке были сняты, чтобы в случае чего, если там ревизионная комиссия можно было показать, что они не просто так торчали, там есть план Любшина, Игоря Ходи Фёдорова покойного, и, значит, Лариски Кузнецовой, но эти планы в картину не вошли, а Люшкин стоит. Так что, если вы будете внимательно смотреть картину, просто ради любопытства там есть один, значит, такой быстропролетающий план, ну, это вот народные артисты Людмарка Нагурченко, даже не в эпизоде, а даже, не знаю, там, в массовке. Вот, вот так вот всё это и покатилось. В августе к нам приехал Саша Володин, покойный, для того, чтобы работать над сценарием. То есть там тоже много появилось, там довольно изменений, которые мы вместе с ним делали. Ну, а в декабре 26-го мы дали картину готовую. Ну, и за такие сроки в то время вообще это и было совершенно нереально. Ну, правда, мы снимали по полторы смены. Всё было отрепетировано в начале абсолютно театральным способом. Естественно, значит, студия нам ни души не мешала, всё летело с собой в руки. Ну, это действительно был не милый легенд. Вот, по поводу, значит, второго вопроса, более сложного относительно мифологии. И эти тоже, которые давно и размышляли по этому поводу, знаете, благо ли или нет в сознании вообще российских людей, что вот такие вот мифы о собственной истории не очень легко в сознание внедряются. Вот, с одной стороны, конечно, это минус, потому что манипулировать народом сложнее. Вот, а плюс заключается тоже, наверное, в этом. Понимаете, если французов внушили, что они победители во Второй мировой войне, хотя все они всё прекрасно знают, то это, ну, как сказать, это люди манипулируемые легко. Вот, они понимают свою зависимость и своё, так сказать, общее участие в той генеральной лжи, которую они сами про себя создали. Вот, а в России немножко всё по-другому, понимаете. Тут скорее поверят в гадость о себе, чем о что-нибудь хорошее. Значит, охотно передают, что вы знаете, что, на самом деле, значит, война у немцев погибла там в 150 раз меньше, чем русских. И счастливы, значит, этому фантастическому сообщению. Вот, и все эти прочие, что только благодаря заградотряду, значит, солдаты, что и вперёд, что техника у нас была хуже, и что вся техника американская, которая поставлялась нам по ленд-лизу, она была бесплатной и лучше нашей. Она не была, во-первых, лучшей, это разум стали, что всё поставлялась за деньги и за очень большие. За каждые патроны, за каждую шоколадку. Потом расплачивались золотом и картинами. Это была бескорыстная помощь наших союзников. Вот, поэтому вот это... В картине Михалкова мифологии минимум. Там просто способ рассказов, да, вот эта история чёрной пехоты, это действительно есть документы по этому поводу. Хорошо или это плохо, но это так. Так что, ну, отношение к нему вообще, ну, это вообще другой разговор, не имеющий отношение к искусству, не малейшее. Вот, поскольку взгляды, которых он совершенно не скрывает и открыто пропагандирует, они находятся в полном диссонансстве с мнением больших креативов нашего большинства, которым очень хорошо сказал мне Захар Брегитин, что они говорят, что их никуда не пускают, но они везде, они говорят, что им затыкают рты, но слышно только их. Вот, поскольку действительно слышно только их, в большей степени, так сказать, общественные медиа, они и суда идут. Богданов Сергей, также студент университета культуры. Хотелось бы узнать Вашу любимую кинороль и почему именно она? Ну, много раз они уже в этом спрашивали. Нету такой любимой кинороли. Другое дело было, что кинопроцесс, в котором принимал участие, значит, в качестве актера, наверное, самый любимый – это «Собака Баскервилли», не потому что я там гениальный игрок лучше всех, а потому что атмосфера была потрясающая. там один актерский состав, перечисления, значит, там, Василий Борисович Иванов, Виталий Соломин, Маркинсон, Марина Зелёная, Кученко, Янковский, Степлов, Света Крючкова, Боря Брондуков, ещё, наверное, какого-то забыл. Михаил Ко. Вот просто вот такой вот набор, когда уже компания одна чего стоит. И плюс атмосфера, которую создал нашли на площадке, он выдумал вот эту вот Англию и тех англичан, которых никогда в природе у меня было. мы играли, и таких англичан никогда не было отродяющих. Уж такие мы там, все были англичане. И вот в этом все купались, и с удовольствием это всё играют. Значит, эта легендарная взятка сэра родилась тоже совершенно случайно, потому что когда придумывали эту сцену приезда сэра Геннери, который приехал с Дикого Запада, весь, значит, в этой самой волчьей шубе, и, как и полагается, приехал с Дикого Запада, ему нужно, значит, бифштекс кровью, и, ну, стакан с клянь налитый и лиски, а вместо этого ему предлагается, вот, значит, Мастер сказал, что такой классический англичский заар, завтра как-то классический, который наше отвечает, то есть это поричь. Вот надо, как сказать, поричь, сэр, это, ну, что значит, по-английски, давайте играть или давайте по-русски, значит, появился это, и тоже показалось очень смешным, это овсянка, сэр, сочетание, значит, что с самого более русского не придумать овсянку, значит, это с этим сэром. Ну, вот так вот из-за того, все это картинка. Там была масса смешных вещей, которые там в кадр не вошли, там все эти мелкие радости закадровые, то, что там сочиняли, такой театр для себя, и вот эта атмосфера, я думаю, что это ощущение, так сказать, с экрана в зал все-таки передается, почему эта картина до сих пор именно собака из всех серий «Жиротие Холмцы», именно собака чаще всего повторяется на разных каналах. Вот. У меня по дворе школа, я, значит, по всплескам интереса к моей личности среди школьников, значит, понимаю, что недавно опять показывали. Опять какой-нибудь Димаша на две головы выше меня с проговорящими силами говорит, что я, что его бабушка выросла на этой картине. «Информаагентство Крым Медиа», меня зовут Анастасия. Хотелось бы спросить по поводу картины, которую как раз у нас на днях будут презентовать. Вы, как один из авторов сценария, один из людей, которые принимали в ней участие, расскажите о работе именно над этой картиной, и, может быть, что бы хотели рассказать зрителям вот этим сценарием, то есть какая-то сверхзадача, да? Чего вы ждете, какой реакции от зала? Спасибо. Ну, трудно говорить перед тем, как картину посмотрят. И вообще чем-то предварять заранее, как-то там, приуготовлять человека, какому-то не было зрелищу. Это всегда вещь крайне опасная. Я там только лишь маленькое участие принимал в сценарии, потому что автор сценария, один из авторов сценария Моисеенко, к сожалению, молодой парень в процессе работы над картиной внезапно умер. И когда Никита меня позвал помочь им, в общем, уже, где-то основная конструкция уже была, то есть это был уже, ну, чтобы аналогию будет привести, это был уже готовый дом, в котором уже были окна и двери, осталось только там привернуть, подобрать, привернуть фурнитуру, кое-что покрасить, где-то там ставить стекла и кое-где расставить мебель. Ну, в принципе, дом уже стояла, уже конфигурация и назначение его было ясну. Ну, и маленький эпизод, который я там сыграл, но это тоже, в общем, не сюжетопрохующее явление. Картина эта сочинялась задолго до всех нынешних событий, но оказалась поразительно актуальной, потому что, не выдавая секрет, опять же, потому что это возникает с самого начала этой мысли, которая обуревает главного героя в течение всего фильма, который начинается замечательно, ну, примерно там, 907-го, 908-го, не помню, как он точно там указан готовый и заканчивал в 919-ом в Одессе, вот, задается вопросом, когда это все началось, вот когда эта безмятежная, прекрасная, замечательная жизнь превратилась в этот кашемар, когда, вот где это, когда был этот момент, когда это случилось? Вот попытка дать ответ на этот вопрос в течение всей картины, которая, причем, притом, вполне бунинская, и смешного там довольно много, и трогательного, и красивого, вот я сам его полностью целиком не видел, я видел, значит, там, какой-то черновой монтаж, я видел немножко в процессе перезаписи, но всю картину целиком не видел, вот она длинная, она не очень простая для восприятия, такова будет на нее реакция первых зрителей, вы будете в числе первых зрителей, это будет премьера, не только для Крыма, но и вообще для, ну, можно сказать, мировая премьера. Пресс-показа будет в час в Украинском театре, но это предположительная, а премьера сама будет в шесть, там уже, я слышал, что это будет в театре, в музыкальном театре, в музыкальном театре. Или это то же самое, да? А, ну, значит, тогда, значит, информация подтвердная. Слушайте, господа, ну, вы можете просто зайти в интернет и там найти интересующую информацию. Четвертого числа будет премьера. А в Москве седьмого, так что вы видите, там у нас какие-то записочки. Да, конечно. Есть еще вопрос в зале? Добрый вечер. Представлюсь как однофамилица бекаря, о котором мы рассказывали, Филиппова Юлия. Вопрос мой такой. На протяжении вашей трудовой деятельности скажите, пожалуйста, кто ваша самая большая поддержка? В чем эта поддержка проявлялась? Трудно сказать. Ну, наверное, если в жизни, то это мама. Причем поддержка, как сказать, парадоксальным образом, ну, если можно так сказать, от противного. Мама меня очень любила, ну, как и всякая мама, но она никогда серьезно не воспринимала то, чем я занимался. Вот, и при том, что она очень любила кино и вообще очень многим в своем собственном культурном образовании обязаны. Я очень хорошо любил саму классическую музыку, но, допустим, когда, когда я сообщал, что вот там написали сценарии, вот я его отнес там на студию, он такой говорит, что приняли? Видимо, это происходило не от того, что она была убеждена в моей бездарности, а, наверное, что, ну, как для всякой мамы и ребенка продолжает оставаться ребенком, независимо от возраста, и, видимо, для нее никак не могло соединиться в сознании, что вот эта вот, которая, значит, там, училась ходить, плакала, какала, вот, а теперь производит нечто, помимо того, что можно отнести на анализы, производит нечто, что может представлять предобщественную ценность. Вот и поэтому вот это вот то, что я говорю, это возможность все время осадить себя в представлении о собственном величии, вот, наверное, оттуда и идем. Так что в этом смысле. Ну и формирование вкуса, безусловно, тоже. Ну вот, вполне ответим. Ну вот, за несколько выключай давай, да? Ну, если уже вопросов нет, может быть, сейчас мы ответим на записки, или, может быть, на это и… Есть еще, давайте, еще последний вопрос, мне показывают из зала. У меня такой вопрос. Я вас знаю как актера, ну, сценариста я люблю, но совершенно не знакомы с вами как художниками. Почему так произошло, я не могу подумать. Мне хотелось сделать, чтоб вы сказали, как бы, вот, об этой стране вашей творческой жизни, как художника, как этот процесс у вас происходит, как вы на стул подходите, какой техники работаете, персональный выставки, вот, немножко, вот, к этому моменту можно следить? Ну, странно, что вы знаете мои работы, не знаете, потому что на большинстве эти картины там был художником, постановщиком. Вот, то есть весь визуальный ряд картин – это, как говорится, с оператором, слепишем. Это павильоны, это, значит, натура, выбор ее, и во многих случаях это, значит, и обработка ее тоже. Это, в общем, и контроль до какой-то степени за костюмами. Потому что тоже в авторстве делается все одно из циклизуальной части. Поэтому стилистика всех этих картин, там, той же самой «Рабы любви», которая отличается, к примеру, от облогового, или там, резко отличается от родни, или там, в смысле и чужих. Такая откровенная стилизация под эдакий такой мастер. Вот это все, в общем, очень серьезная работа художника, серьезная по объему. Вот. А сейчас, к сожалению, очень мало делаю вот такой вот, ну, то, что называется, для себя. Такой-то станковой жилписью вообще не занимаюсь сейчас. Вот, в основном, графикой, потому что у меня есть такой журнал «Hollywood Reporter». Я там в каждый номер делаю по одной картиночке, обычно раз в месяц. Плюс вот эта детская книжка, которую мы с этой же Аней Чернаковой написали. Это хороший сценарий делаем. Значит, там около двухсотполосных иллюстрация тоже в процессе работы. В каждой картине приходится делать большое количество эскизов. Тоже, в общем, такая полномасштабная работа. Так что времени на то, чтобы писать что-то такое эдакое для себя на пленере, например, уже просто не остается. В персональной выставке было деревья. За свою жизнь в лобе в Москве. Ну, вот и всё. Вся деятельность по этой части. Так, читаю записочку. Что нужно прийти на смену постмодернизму в кино при двух условиях. Искусство моделирует реальность. Искусство – это всего лишь рефлексия. И третий вариант – за вами. Знаете, вот я совершенно в теории, без всякой эронии по отношению к тому, кто это написал, я в теории совершенно не могу как-то формулировать, что может прийти на смену постмодернизму. Я не думаю, что он постмодернизму оккупировал. Всё абсолютно не нужно. Нужно его сменять чем-то. У себя существует, параллельно с остальным. Искусство моделирует реальность. Искусство – это всего лишь рефлексия. Третий вариант. Ну, не знаю, можно сказать, что жизнь должна моделировать искусство. Наверное, такой третий вариант мне лично будет интересен. Вы упомянули о Третьей мировой войне. Какой фильм вы снят они? Какие вы изобразительные языки? Как вы относитесь к творчеству Варса фон Триера? Ну, начну с конца, что Варса фон Триера считает чрезвычайно оторёжным человеком во всех отношениях. И как режиссёр, и как режиссёра собственной биографии. Со всеми, значит, его этими самыми эпатажными, и не только выгодками, со всеми эскападами этим, то, значит, он создаёт догму. Потом первые уже нарушая принципы этой догмы. Потом какие-то эпатажные заявления, то есть по поводу Холокоста. Потом сообщения о собственных неврозах и вообще неадекватности. То есть такого всё время поддерживая внимание к своим персоналам. Ну, в общем, это тоже часть режиссуры. Ничего в этом такого удивительного нет. Это такой был парад жанров, которые вообще всю свою жизнь, в общем, сыграл. И кино было только частью этой игры. Ну, так считаю действительно очень интересным человеком. И картины его именно поэтому успешны, что они с этой точки зрения тоже прочитаны. Слишком много сериалов про бандитов или милиционеров из убойного дела. Как? А вот BBC рекламирует всю английскую, экранизирует всю английскую классику с небольшими сериалами на 6-7 серии. Почему никому не хочется экранизировать нашу классику именно сериалами? Ну, почему же классика? Короче, сейчас этим очень активно занимаются. Вот. И Достоевского мы экранизировали. Вот. Совсем недавно. И Куприна. Я, допустим, участвовал тоже с Дунией Смирновой в экранизации Тургеневских отцов и детей. Нет, это у нас тоже происходит другой разговор, что считается, что про бандитов или убойное дело, это публика, что охотнее воспринимает. Поэтому это проходит легче. Плюс это проще снимать. Это дешевле. Вот это ничего не стоит. Это все снимается в современных интерьерах. Это не требует никакой серьезной подготовки и несерьезного к этому отношения. К сожалению, это такой вот фастфуд, который приносит успех быстро. Без труда. Ну что же. Как я понимаю, я исчерпал интерес к себе. Жить жителей. Жить жителей губого острова. Перемещусь нам идти. Кюре. Пожалуйста, пожалуйста. Немножко футуристически. Приможем через год, примерно, Роман Генкирович приглашает Балаянов, приглашает вас в Киев сниматься в его фильме, посвященном к истории Надежды Украины. Ваши варианты, вы как говорите, что у нас был вариант, она открывает эту специальную серию? Ну как, я попрошу его сначала сценарий прислать, независимо, даже если это будет не на актуальную тему, если это будет история ловцы бабочек из Нагорного Карабаха, я все равно попрошу его сценарий. Сначала этот сценарий прислал, хотя бы там о двух словах рассказывать. Ну что, смотря что там будет играть, в зависимости от этого. Хотя, допустим, я должен был сниматься вот до начала всех этих событий в одной украинской картине, которая должна была сниматься в Одессе. Но как раз к тому моменту, когда уже нужно было приехать на начало пробы и готовиться уже к съемкам, случилось вот то, что случилось в Одессе. Вот, и отказался не по политическим, так сказать, соображениям, а просто по морально сниматься и сниматься. После этого, как ни в чем не бывало, приехать в Одессу, где все это случилось. Вот, и относиться к этому городу и порешать, что у него так же это было в тот момент, когда я приехал тоже на переговоры. Это не страх был, не политическая позиция, а просто, ну как-то, ну... Так, нам удалось сегодня, спасибо большое. Нам удалось сегодня поговорить не о политике, а об искусстве. И спасибо огромное нашему гостю Александру Азумовичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...